В Украине, в Славянском, где идет перестрелка между военными, отрядами ополчения подбили несколько БТР украинской армии. Подробности о ситуации в Славянске и его окрестностях узнаем у нашего корреспондента. Он работает на месте, Сергей Арсеньевичев, сейчас на прямой связи со студией. Сергей, добрый день, что в эти минуты происходит? Какая у вас последняя информация о действиях украинской армии? Есть ли данные о потерях? Да, Екатерина, добрый день. Но для Славянска он не совсем добрый. Сегодня в городе одно из самых напряженных утренних часов. Дело в том, что примерно в 5 часов утра возобновились артиллерийские обстрелы украинских силовиков по позициям ополченцев. Это происходит в районе блокпоста у Семеновки. Обычно такие боестолкновения были скоротечными, длились не больше получаса. Но сейчас операция продолжается уже 4 часа. Мы по-прежнему слышим звуки выстрелов. И судя по тому, что над городом летают вертолеты и истребители, и местные жители в социальных сетях сообщают о том, что авиация уже намесла ракетный удар по позициям ополченцев. В районе блокпоста у Семеновки майданный министр МВД Арсен Аваков на своей страничке в фейсбуке заявил о том, что в полном ходу идет наступательная фаза операции и что блокпост у Семеновки полностью уничтожен. Но пока подтвердители провернуть эту информацию мы не можем. Также Аваков заявил о том, что ополченцы подбили 4 БТРа силы украинской армии. Но, как пишет министр, все уцелели в том числе и БТРы. Так вот сейчас, в эти минуты мы практически каждую минуту слышим звуки новых взрывов. Причем по характеру этих звуков понятно, что это уже не минометы и не галбицы, это что-то более серьезное. Происходит это на окраинах города и в том числе приближается все ближе к центру. Люди бегут из своих домов в подвалы, собирают ценные вещи, деньги, забирают в первую очередь, конечно же, детей и пытаются найти укрытие. Чем закончится сегодняшний день, сейчас не знает никто. Спасибо Сергею Арсеньевичу с последними...